Для участия в Белорусской наступательной операции Ставка выделила более половины авиации действующей армии. 5707 самолетов, из них 1100 бомбардировщиков и 2000 штурмовиков. Помимо этого, задействовалась вся авиация дальнего действия, а это еще 1007 самолетов. Такой концентрации авиационных частей в одной операции Великой Отечественной до этого не было, да и до конца войны уже не будет. 21 июня 1944 года представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал Советского Союза Александр Василевский четко определил задачи авиации в предстоящей операции. Задача авиации сделать все, чтобы протолкнуть нашу пехоту через оборонительные рубежи противника, изолировать поле боя от вражеских истребителей и бомбардировщиков, равно как и подвижные танковые и конно-механизированные группы, предоставив им возможность работать нормально. За несколько дней до начала операции дальняя авиация нанесла массированный удар по восьми немецким аэродромам, где базировалось 60% вражеской авиации этого участка фронта. Из отчета штаба 51-й истребительной эскадры командованию группы армии «Центр». Аэродром «Орша» подвергнут сильной бомбардировке. Ни один самолет не смог подняться в воздух. Командный пункт эскадры в результате прямого попадания сгорел, и управление частями на некоторое время было потеряно. Потеряна и большая часть самолетов. В ночь на 23 июня удар по гитлеровцам нанесли летные экипажи 271-й ночной бомбардировочной дивизии, а также самолеты дальней авиации. 343 самолета в течение 10 минут в полосе 1-го Белорусского фронта сбросили тысячи бомб на коп противника. Линия обороны «Фатерланд» была разорвана на нескольких участках. В атаку устремилась пехота и танковые соединения. Впереди наступающих действовали группы самолетов Ил-2. Штурмовики громили отступающие немецкие колонны, а также резервы в местах их скопления. Из воспоминаний командира 78-й штурмовой дивизии генерал-лейтенанта Ганса Траута. Такого слаженного взаимодействия авиации с танками, артиллерией и пехотой наша армия еще не встречала на Восточном фронте. Авиация нас вытесняла с хороших дорог. Моя дивизия потеряла от действий авиации четыре пятых своего состава. Уже через пять дней войска фронтов окружили в районе Витебска и юго-восточнее Бавруйска несколько немецких дивизий. Попытки отвезти уцелевшие войска на запад летчики немедля пресекали. Из воспоминаний командующего 4-й армии генерала Курта фон Типпельскирха. Непрерывные налеты авиации противника причиняли тяжелые потери, в частности погибли два командира корпусов и один командир дивизий, а также вызывали бесконечные заторы среди отступающих колонн. С 27 июня началась переброска авиационных полков в новые пункты дислокации. Оказалось, что для базирования истребителей и штурмовиков белорусские леса и болота далеко не самое подходящее место. Бытует мнение, что советские летчики приспособили автодороги для взлета и посадки самолетов лишь в 1945 году, находясь уже на территории Германии. Однако это не совсем так. Впервые это произошло именно в Беларуси, на белорусских проселках. Дорогу более или менее, на наш взгляд, подходящую нашли быстро. Выбрали ровный участок длиной 1200 метров, засыпали дорожные кюветы землей, а сверху уложили скрепление доски. Нельзя сказать, что такая взлетно-посадочная полоса отвечала требованиям мировых стандартов. Но один из наших истребительных авиаполков вел с нее боевую работу и достаточно успешно. На втором этапе операции «Багратион» авиация сосредоточила удары в направлении Даугар-Пилца, Вильнюса, Новогрумбка и Баранович. Бомбардировщиков от вражеских истребителей прикрывали летчики эскадрильи Нормандии. Часть сил 1-й и 4-й воздушных армий штурмовали с воздуха немецкую группировку в Минском котле. 28 августа был освобожден последний белорусский город Бреста. 29 августа советские войска, выйдя на рубеж Елгава, Добеле, Августов, по рекам Нарев и Висла, победоносно завершили белорусскую операцию. Война возвращалась туда, откуда и началась. Совершив 150-е тысячи вылетов, летчики уничтожили в воздушных боях и на земле около двух тысяч вражеских самолетов. 300 авиаторов удостоены звания Героя Советского Союза. Около сотни авиационных частей и соединений получили почетные наименования освобожденных ими белорусских городов. А французская эскадрилья Нормандия, за отличие в ходе операции «Багратион», была преобразована в полк, который получил почетное имя Нормандия-Неман. Но это уже совсем другая история. КОНЕЦ